Добро пожаловать в Драм-кружок! Пока мы в теме инди-ботлеров, независимых бутыляторов, замечательных виски, особенно шотландских виски, я очень хотел сделать пару выпусков о вот этой интересной компании MassBurn. MassBurn это, с одной стороны, инди-ботлер, они предлагают сингл-молты с указанием дистиллерии, возможно, даже с одной бочки я не изучал подробно, поскольку у меня они не попадались на полке, но, кроме этого, они предлагают вот такой динамический тандемчик, два молд-бленда, это купажи односолодовых виски, с уникальным подходом, с уникальным экспериментом, с довыдержкой в разных бочках. К сожалению, нам не сообщают составляющие купажа, мы не знаем, из каких сингл-молдов каждый из них составлен, зато нам сообщается довольно много информации о бочках, и они используют интересное понятие cask bill. Вообще, слово bill, как знаменитый bill о правах, подразумевается буквальный листок, документ, на котором прописаны какие-то шаги, какие-то пункты, параметры и так далее. Многие знают, что у бурбонов, вообще у американских виски, есть mash bill, то есть состав, список составляющих сусла или затора. Здесь у нас мы имеем бочковой bill или состав, будем так говорить, бочковой режим, режим выдержки и довыдержки. У меня здесь открыто прямо на их веб-сайте, информация на упаковке, в принципе, такая же, как на веб-сайте, я на веб-сайте не вижу ничего дополнительного, мне просто так удобнее читать. Но мы имеем островной бленд, Island, который достаточно дымный и очень вкусный. Я думаю, что на него выпуск выйдет непосредственно после этого. И мы имеем версию Speyside, который не дымный, и мы поговорим о нем сегодня. И, кстати, честно говоря, вот, честное слово, у меня в мыслях не было запланировано продолжать идею сравнивать вот такие независимые бленды с брендовыми. Но когда я дегустировал и пробовал этот MassBurn Space Cider, я немедленно подумал о зеленом пешеходе, о Green Label. Поэтому я решил, мне кажется, что всегда хорошо знать альтернативы. Эти виски не идентичны, но похожи. И мне показалось, что, учитывая, что MassBurn еще и подешевле, и более натуральная презентация, было бы просто упущением с моей стороны не упомянуть и не сравнить их. Поэтому, возвращаясь к режиме бочек в случае со Speysider, здесь говорится так. Во-первых, оба они начинают свою выдержку в... Здесь так написано. 200-литровые стандартные американские бочки. Это, в принципе, действительно есть такое понятие. American Standard Barrel. Стандартная американская бочка. Это то, в чем выдерживается Bourbon. То есть это первая выдержка. Вторая выдержка. Здесь они уже различаются. И конкретно в случае со Speyside. Вторая выдержка проходит в... в 500-литровых бочках из-под Хереса Аллороса первого наполнения. Так что мы можем ожидать достаточно сочных таких... Но такое ощущение здесь. И после этого, вот это самое главное, после этого используются... Во время второй выдержки используются крышки для бочек. Вот эти вот боковинки, головки, как они называются. Головы, heads. Из Virgin Oak. То есть это девственный дуб, в котором еще ничего не выдерживалось. И он в случае со Speysider. Если я здесь смогу разглядеть, прочитать. Он сильно обугленный. Потому что в островном используется нежно обжаренный, как для коньяка. Здесь используется сильное обугливание. То есть эти крышки бочек, они дают что-то свое, привносят, помимо самих бочек, самих планок, из которых состоит бочка. Ну хорошо, достаточно. На мой взгляд, вот эта графическая диаграмма того, как это все происходит, ее не так уж легко читать и понимать. Здесь какие-то дроби используются, 5 восьмых и так далее. Визуально это не очень легко понять, что имеется в виду. Это нужно вникать. Но с другой стороны, я не представляю, как еще это можно было бы изобразить как-то графически. Ладно. Не будем больше лить воду. Будем лить виски. Зеленый проходимец. Это мой любимый Джанни Уокер, честно говоря. Мне кажется, что это лучший Джанни Уокер. Я знаю, что многие с этим согласны. Он у нас подорожал, поэтому я не уверен, что я даже склонен его снова приобретать. Особенно я его и по той цене, которая была, не очень любил покупать. Когда есть столько других вариантов, столько версий. Мазберн предлагается крепостью 46%. Натуральный цвет, без добавки красителя и без холодной фильтрации. Все, как мы любим. Я начну с Мазберна. Почему? Потому что он, по моему мнению, моложе. Возраст не указан. Но он и не пытается выглядеть старше, чем он есть. Он достаточно молодой. Очень ароматный бленд. Молт-бленд. Купаж солодов. Такие свежие, летние, как это иногда называют, белые или желтые фрукты. То есть вот у меня ассоциация с белой черешней. Что-то такое, тема каких-то таких слив. Может быть, как компот из Мирабелли или варенье из Мирабелли. Такой сорт, мелкая такая слива. Очень приятная. Здесь есть из цветочных нюансов. Здесь, на мой взгляд, есть напоминание как о свежем липовом цвете, когда липы цветут. Так и о липовом меде. Здесь есть определенная медовость, но такая свежая. Не заскорузлая такая, не темная. И в то же время присутствует, пожалуй, даже нотка свежей зеленой, вот прямо только что сорванной мяты, мятного листа. Не ментол, не зудная паста, а именно свежая мята. Но она где-то на заднем плане. Нет ощущения, что это мятный виски. Но нотка присутствует. И в целом, конечно, чувствуется молодость. Я не знаю, может быть лет 8, есть такое ощущение. Но эта молодость, она не вредит ему. Это не как дефект воспринимается, а просто как такая юность, будем так говорить. Он полон сил. Хорошо. Понюхаем зеленого проходимца. Конечно же, они не идентичны. Если бы кому-то удалось производить идентичные виски под разными брендами, будь то купажи или даже с разных дистиллерий односолодовые, я уверен, что эти виски не были бы интересными. Да, он отличается, но тем не менее, где-то на спектре он находится близко с этим Мазберном. То, что мне показалось, что они друг друга напоминают, мне кажется, что это подтверждается. Здесь немножечко помощнее фрукты на носе. Причем здесь похожие фрукты, вот такие светлые летние косточковые фрукты, типа черешни и сливы какой-то, желтые сливы. Но здесь прямо выделяется, на мой взгляд, чувствуется присутствие... Один из моих любимых молтов – это Крэганмор. Крэганмор входит в купаж зеленого пешехода. Он здесь упоминается на этикетке. Телескер, Линквуд, Крэганмор и Кулила. Крэганмор сам по себе, я его очень люблю. Он нежный и, так скажем, без всякого дыма. Цветочный, хотя у него обычно есть такая нотка какая-то сернистая. И, к сожалению, его предлагают только в 40% формате. Но это один из тех молтов, который, несмотря на 40% подачу, он все равно остается таким мощным и сочным, и интенсивным, насыщенным. Вот, мне кажется, что я здесь чувствую Крэганмор. И он за счет этого очень душистый зеленый пешеход. Но здесь тоже есть похожие сладкие такие ягодные темы. И даже я бы сказал, что у меня есть напоминание о каком-то таком домашнем клубничном варенье летнем. Вот на контрасте в Масберне сейчас чувствуется больше влияние Хереса. Прям хересная бочка. То, что не было, не чувствовалось сразу, с самого начала. А здесь, да, такое сладкое клубничное варенье. Очень приятная ассоциация. И он постепенно, постепенно все больше напоминает Масберн. Сходство прослеживается, хотя это не абсолютно одинаковые виски. Хорошо, я предлагаю снять пробу. Масберн. Хересные бочки не как в хересных монстрах. Они не на первом плане, они просто дают о себе знать, они чувствуются. Просто играют гармонично со всем остальным. Плотный, сочный, ароматный молд. Несладкий. Согревающий. Медовая история продолжается, хотя и без сладости. Он в целом неожиданно даже такой достаточно сухой, но в приятном смысле. Есть такое ощущение очищения, как бы сказать, освежения рта. Даже вот эта вот мятная составляющая, она, по-моему, добавляет этого. Тема фруктов не так выразительна, но она продолжается. Они просто как будто бы больше смешаны друг с другом в одно целое. Не скажу, что есть какое-то долгое или сложное развитие, но зато, уже пробуя его раньше, могу сказать, что послевкусие очень надолго задерживается. Здесь танины, они хотя молодые, они такие цепкие, будем так говорить, они обволакивают слизистую и за нее держатся. И ощущения, вот его продолжаешь вспоминать, можно сидеть минуту, две, три. Даже после этого я, когда предварительно вот готовился к этой дегустации, я вообще сделал перерыв, прежде чем пробовать Green Label, потому что этот так долго держится, что нужно было реально как-то очистить рецепторы от него. Он продолжает, он остается с тобой какое-то время. И это приятно. Еще глоточек. Сухость с горчинкой, корочка лимона, вот это вот общее ощущение освежения. В целом очень приятно, особенно кто не любит сладкие молты. И вообще, я так скажу, мой окончательный вывод здесь, это то, что этот молт не попсовый. Он достаточно сложный, и сложный не в смысле комплексности вкусовых, только ощущений, он сложный в смысле, что он требует немножечко напрячься. То есть это не просто, не попсовые виски, которые сразу мгновенно всем, каждому понравятся. То есть это больше как вот люди, которые любят вникать и возвращаться снова и снова. Вот этот молт, на мой взгляд, подходит для этого. Чуть-чуть попробуем с водой. Воду он берет, хотя не советую добавлять много, поскольку он абсолютно не горячий, он не пьется, нет ощущения спиритозности или каких-то дефектов молодости, сивушности всего этого я здесь не ощущаю. С водой еще больше раскрываются хересные нотки. Даже чуть-чуть, чуть-чуть в молочный шоколад капельку уходит. С водой он становится капельку слаще. И, по-моему, он от этого выигрывает. Я не могу сказать, что добавилось много новых вкусов. Он чуть-чуть, может быть, более медовый становится. Поэтому с водой его однозначно очень приятно пить. Чуть-чуть вот дополнительная сладость как раз его окончательно округляет. В целом очень медовый такой фруктовый молт. Приятный, свежий. В послевкусии есть такая горчинка, которую я бы сравнил с таким сбором лечебных трав, но не совсем таких аптечных трав, а трав, которые приятно добавлять в чай, помимо мяты, которую я уже упоминал. Я бы сказал, что зверобой, душица, чабрец, вот такого плана травы, они где-то в послевкусии ощущаются, напоминают о себе. То есть это частично кулинарные, частично лекарственные травы, которые придают общему букету такой приятный, именно не аптечный, не медицинский. Я знаю, некоторым не нравится аптечность, лекарственность в виске. Я бы не описал это как лекарственность, а именно как просто ароматы от трав, которые иногда можно встретить в вермутах и в подобных, в бальзаме. Где-то на заднем плане. Мне очень нравится этот виски. Must burn, space side. Если разумная цена, могу однозначно рекомендовать. Теперь перейдем, после глотка воды, перейдем к зеленому пешеходу. Это душистый Крэган Мор, это, конечно, прелесть. Зеленый пешеход, напоминаю, 43%. Спасибо Диазио за то, что хоть какой-то из их купажей, хоть чуть-чуть повышен в крепости. Здесь, безусловно, чувствуется дополнительный возраст. Возраст указан на этикетке. Это 15 лет. Спасибо Диазио за это тоже. Этот возраст, во-первых, это всегда интересно знать. И он дает о себе знать. Здесь такие более бархатные танины. Он однозначно более медовый и сладкий. Но при этом тоже похожий. Есть какое-то сходство, напоминание. Хотя здесь присутствуют островные виски. И надо признаться, что эта бутылка у меня давно. И тот дымок, который здесь должен был бы быть от Талискера, заявленный даже на этикетке, что он слегка дымный. Я сейчас уже не помню, был он здесь или нет. По-моему, иногда его можно словить. Сейчас его практически не ощущается. То есть он больше всего сравним с этим Спейсайдером. Здесь Херес так отчетливо отдельно не выделяется. Хотя он наверняка здесь есть. И наверняка в купаже есть бочки из-под Хереса, которые придают ему общую его форму. Да, я бы так и сказал, что он такой более бархатный, может быть, немножко более мускатный такой. В целом очень приятный. И, конечно же, это никого не удивит, что намного легче любому человеку понравится Джанни Уокер. Это более попсовый вариант. И это не надо воспринимать как какую-то такую суровую критику. И то, и другое имеет свое место. Это требует меньше задействовать какие-то мыслительные способности. Он сразу нравится легко. Да, продолжаются медовые фрукты. По-прежнему такие очень щадящие танины, не грубые. К сожалению, после вкуса здесь вот есть прямо ощущение, что оно быстрее заканчивается. Оно как будто бы обрубается, исчезает. В этом смысле мне Мазберн понравился больше. Воду добавлять к нему я не советую или не считаю нужным. Он не очень сильно портится от этого. Можно добавить несколько капель воды, но я не заметил, чтобы что-то новое приобреталось. То есть он, может быть, не сразу растворяется, рассыпается, но что-то новое я тоже не нашел. В целом, я не могу сказать, что один виски лучше другого. Они достаточно разные, при том, что они достаточно сходные. Для себя я, наверное, по новой, если бы пошел, я бы купил Мазберн. Хотя иметь грин-лейбл у себя в библиотеке мне очень нравится, потому что когда бывают в гостях друзья, которые, может быть, в виски не очень интересуются, Джанни Уокер все узнают, но не все знают, что есть грин-лейбл, и что это чисто солодовые виски, поэтому всегда интересно посмотреть, как они его пробуют. И обычно он всем нравится. То есть я люблю помогать людям расширять горизонты. Люблю сам расширять свои горизонты, потому что у всех у нас для этого есть... Есть куда расширить горизонты каждому из нас. Спасибо всем большое за внимание. Увидимся в следующий раз. И, как обычно, держите Глен Керн шире. До встречи.